Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Блин, у меня с каждым годом лицо все старее. Какой кошмар. Просто ужас. Это что, синьки от того, что я вчера попотреблял алкоголь? Представляете, время идет. И ты становишься не такой, как раньше. Вот я сейчас, я редко смотрю в свое отражение. Ну, нахуй я мне смотреть. Я знаю, что я и так прекрасен. И вот сейчас я посмотрю на себя на экране. У меня ебало стареет, чуваки. Представляете? Это, ну, то есть реально происходит. Еще более страшно то, что 95% людей, которые заходят в эту трансляцию, когда я начинал свою деятельность в интернете, они еще разговаривать не умеют. Бля, бля. Слушайте, напишите мне честно цифру возраста своего. Вот-вот в комменты. Вот сейчас прямо. Сколько там, по-моему, 9, 6. Ну, просто по-честному, без угаров. Я не буду стебаться. 15. Тебе было, когда я начинал 9, пиздец. 19. 14. Тебе было... Ну, ты зверя, на это еле разговаривать, наверное. 18, 18, 13, 31. Москвин, привет. 13 лет человеку. 12! Просто гаддэм! Короче, в 2012 год... Сколько... Сейчас 2018? Ты в 206... Тебе 6 лет было, когда я начинал свою деятельность. Типа, тебе 2 года было, когда я начинал читать рэп. 2 года тебе было, шаришь. 19. 13. 12. Жесть. Жесть. И вот вам песня 25. И вам нравится песня про то, что мы пьем, пьем, гуляем ночью, днем, днем, белый порошок на полу, моё грязное белье давно у всех на виду. И вы такие... Е-е-е-е... 14, 12. Вот, кстати, самый старший, вон, человек. Ему 1333 года. Нормально. 17. Ну, вот. Моя ЦАА, 15. Ладно, я могу, в принципе, всю трансляцию перечислять, сколько вам лет. Я запустился просто так, как всегда. Просто я сидел и такой, а что бы трансляцию не сделать, можно же попиздеть. Я поймал себя на мысли. Альбом мы закончили, а у меня нет идей для обложки. Не знаю, что с обложкой делать на альбом. Буду думать в ближайшие дни. Вообще, типа, I have no idea, как говорится. Может быть. Мне кто-то предлагал конкурсы захуярить, но я думаю, что дурацкая идея. Просто ищу дистратор. Ищу-то такое. Ну, то есть, реально, я не думал, что... Когда настанет момент, когда нужно будет придумывать обложку на альбом, я такой... А, бля... А... Ну, раньше было насрать. Ну, то есть, я сейчас вам покажу свои старые обложки. Многие их видели, я их не раз выкладывал. Я их сам фотошопил. Не все дальше, я уже мог себе позволить. Кореша, который умеет фотошопить. Ну, вот первые там несколько делал я. А еще релизы. Так, это мой первый микстейп. Ха-ха-ха. 2010 год, 3 февраля. Сразу с трек-листом. Дальше. Второй микстейп. Тоже, 10-й год. Апрель 10-го года. Третий микстейп. Июнь 10-го года. Я выпускал... Я выпустил за 10-й год 4 микстейпа. Вот это уже не я делал. По-моему, не... Нет, это не я делал. Это был уже январь 11-го года. Дальше. Вот. Это... Конец мая 2011-го года. Ёб твою мать. Я сейчас такую хуйню сделал. Кошмар. Надеюсь, никто не обратил внимания. Так. Осколки. Микстейп. 16 декабря. 11-е годы. XXX Tape. Сам себя лайкнул даже. Ебать. Ээээ... Так. Мне опять кто-то позвонил. У меня вылетел экран. Сука. Дерьмо. Сраный кумыс. Скажите, пожалуйста. Что сейчас на обложке? Что сейчас на экране? Мое лицо или пол? Я не вижу. У меня... Кто-то позвонил. У меня черный экран. Скажите, пожалуйста. Ебало. Отлично. Короче. Вчера, значит. Иду, записываю голосовое сообщение. Я не разговариваю про серьезное. Ээээ... Про... Мои... Проблемы. Вот. И какой-то тип с противоположной стороны дороги орет. Джарахов! Джарахов! Давай сфотографируемся! Ну, я иду в сторону заведения. У меня из магаза... Ну, я из магаза в заведение шел. У меня еще сахар в крови упал. Мне надо было зайти, типа... Купить что-нибудь. Перекусить, там. Типа углеводов немножко. А не сам карпс, блядь. И я иду не обращаю внимания, потому что я обычно нахуй посылаю, когда мне... Ну, блядь. Не перебивай, сука, когда я разговариваю. С ленотой ебаная. И таких среди вас, к сожалению, очень много. Вот. Немножко отступаю... Ну, отойдя от разговора, да. Я, например, могу 10 минут прождать в магазине, прежде чем подойти к нему, к консультанту, если он занят или разговаривает. Просто потому, что я так воспитан. Я не могу вступать в разговор и перебивать. Ну, это, блядь, некрасиво. И то же самое вот происходит, когда люди ко мне подходят, когда я по телефону разговариваю или разговариваю. Я могу грубо среагировать, либо сказать, ну, блядь, чувак, не веди себя по-своему, пожалуйста. Если он при этом еще потом начинает очень настаивать, блядь, на своем. А таких долбабов тоже куча. Ну, вот, я иду записываю. Это серьезная хуйня. И, естественно, неприятно, когда ты о чем-то серьезном разговариваешь. Типа не просто разговор привет, как дела, а ты пизду помыла, я сейчас приеду, да, типа. А, ну, серьезный разговор. Не суть. И чувак за мной бежит. Я говорю, блядь, чел, ну, я разговариваю, ну, бьёб твою мать. Ну, чё ты орешь, блядь, на всю улицу. Кошмар какой. Такой, чё ты со мной не сфоткаешься, блядь? Там такая хуйня двухметровая стоит. Я говорю, нет, я не буду с тобой фотографироваться. Я разговариваю, ты, блядь, меня перебиваешь. А, пошел ты нахуй, еблан тупой, блядь, пидара, сука. И уходит. Я говорю, блядь, ты хуел так разговариваю. Ты чё, ебанутый? Он говорит, блядь, твоего отца ебал, иди сюда, нахуй. И идет. Но я, я зашел в заведение. Меня очень это выдрочило. Ну, и типа, у меня не первая ситуация такая, знаете, когда от любви до ненависти один шаг. У меня было, я с сестрой иду ночью, толпа у ебанов, и ра-ра-ра-ра, и пидара. Суды же разные бывают. И хейтеров можно встретить, пьяных типа. И всякое такое. Ситуация с Диджеймс Мэшем мне вот в твиттере напомнили, когда он отказался фотографироваться в каком-то клубе. И его отхуярили, поломав ему, блядь, кости. Это просто пиздец. И я для себя решил, что я пойду получать лицензию на оружие и буду искать с собой ствол. Это будет охуенно смешно, во-первых. Ну, во-вторых, ну, пизда-то же, типа, Эльдар, можно сфоткаться? Повтори это моей пушке, сука. Типа, я уже представляю, как люди будут говорить, не-не-не, не подходи к нему, он ебнутый, у него ствол. Бля, ну, мне реально очень обидно стало за такую хуйню. Ну, то есть, мне предлагают, там, пацаны, они неоднократно говорили, Ян вчера тоже говорил, возьмите охранника. Соболев с двумя ходит, да, типа, ну, они меняются. Я не представляю себе это, нахуй, как я буду сварить с охранником, типа, Яночка, дорогая, пойдем прогуляемся по ночному Петербургу. Только я, ты и охранник Семен. Типа, ёб твою мать. А так достал глок и такой, повтори это сюда, блядь. Кто сказал, что мой елдак 2 хуйня? Ну-ка, ну-ка. Кто сказал, что первая версия была лучше? Повтори это сюда, я засуну тебе ствол в рот. Давай, говори, блядь. Пой, мой елдак, елдак, это мой елдак, сука. Так, так, блядь, тихо. Я битмейкер. Ну вот, так что это... Ой, здесь нет? Ну, извините, не знаю. Это просто жесть. Это очень мне не понравилось, конечно. Ну, хуй с этим, что поделаешь, понимаете? Типа, к этому невозможно, к сожалению, привыкнуть. То есть, это не ситуация с каким-нибудь школьником долбоебом, который, ну, что-то пизданул и убежал, да? А это прям уже серьезно иногда бывает, когда пьяный абрагант, блядь, который, да как два меня, посмотрите, блядь, на меня, я за себя постоять. Ну, типа, я могу послужить, типа, телом, да? Твоё тело под пулю подставить, да? И умереть один разок. Все это, все, что я, блядь, могу сделать. Я маленький. Я, блядь, могу, могу. А, да, ну, меня охуяно в Твиттер предложили за яйца кусать, короче. Типа, а, блядь, сука, не подходи, ебнутый. Но, тем не менее, ну, очень неприятно. Очень неприятно, знаете, когда, ну, вот так вот. Вот прям я визуализировал вчера ночью, ночью, как я, блядь, стреляю, в ебало этому пидарасу. А потом плачу очень много денег, чтобы откупиться от преступления. Сука, мразь. Я шучу. Мы с пацанами недавно разгоняли. Сидели у меня пацаны, Твит и Рики, и мы сидели толпой после съемок и обсуждали, что, типа, бля, перцовый баллончик, почему люди говорят, что перцовый баллончик это зашквар. Он же реально неприятно делает. Надо, это, двигать пропаганду перцового баллончика, говорить людям, что перцовый баллончик это гэнгстер, что это нормальная хуйня, что все бандиты на районе таткают с собой перцовки, типа, пшшшш. Но, не знаю, например, типа, у нас в кузне, если, ну, кому ты скажешь, я с собой перцовый баллончик таскаю, тебя зачмурят, типа, ты что, телка? Вот такие странные, бля, да, это как, вот такие странные вот стандарты, типа. Давайте реально говорить, что перцовка это гэнгстер, типа, что, я достал, взял, пшик, пшик. Что за конфликт? У меня нет никаких конфликтов. Ребята, успокойтесь, пожалуйста, забудьте, не придумывайте себе хуйню. Вот. Никаких конфликтов ни с кем у меня нет. И не будет. Я не хочу. Все, я в прошлой трансляции извинился перед теми, кого когда-либо мог задеть или обидеть, потому что, ну, или какие-то недопонимания могли возникнуть. потому что часто такое бывает, что я могу пиздануть что-то в Твиттер, а потом мне мои же друзья говорят, ты что, ебнутая? А я такой, да блин, я не это имел в виду. Не думаю иногда я о том, что то, что я говорю, может с другой стороны как-то, знаете, ну, по-другому звучать, по-другому люди могут воспринимать. Я ебал, это все в рот, и поэтому я больше никогда не хочу вступать в это говно, писать, что кто-то пидор, кто-то уебан. Я думаю, что адекватная часть населения, это ее нахуй не надо, и мне очень хочется приравнять себя как раз к тем людям, кто не ебучий вот этот вот человек. Ну, то есть я ненавижу, да, хейт-контент, но когда я начинаю его осуждать, я приравниваюсь к людям, которые делают хейт-контент в пизду, вообще в пизду. Если, ну, такие штуки, если и будут конфликты, то это, по крайней мере, должно быть без хейтерства, знаете, а просто как интерес, как спорт, как батл, без какой-то хуйни, ну, без переходов на личности, там, и так далее. Я ебал все это в рот, мне это очень надоело. Ребята, я ебаный рот, я уже говорил, я, я не могу стоять на месте в том возрасте, в котором я все это, блядь, делал. Мне 24 годика. Это мало, конечно, но это уже дохуя. 24 года диабетика, это как 60 лет здорового человека. Поэтому мне надо двигаться дальше. Ну, сорян. Забудьте, пожалуйста, про любые конфликты и про любую хуйню. Это все абсолютно ненужное дерьмо. Это, конечно, круто генерирует хайп какой-то вокруг тебя, но, блядь, я верю в то, что можно делать крутой продукт и генерировать хайп вокруг этого. Я в это искренне верю и я буду искренне топить за это до конца, сколько бы я ни обсирался, делал хорошо или плохо, поебать. Вот, так что как-то так. Яна, Яна в магазин пошла. А чё? Спрашиваешь? Кота? Кот! Эй, амбассадор мочи, ебучий! Мой кот придумал мочу, вы знали? Ее запах. Он пропагандирует это. Киня! А вот же он. Кот, пидараш! Ладно, это не он, это мягкая игрушка. Так, сейчас моё ебало видно или нет? или пол. Я не знаю, вы видели прикол, да, как я кинул кота, типа, а это не кот был, или это моё ебало было? А, сука! Что сейчас видно, пол или лицо? Скажите, пожалуйста. У меня чёрный экран. Киня! Ебало, всё, отлично. Вот нахуй хейт-контент. И вы тоже подумайте об этом, подумайте о том, что я сказал, не как о просто моих мыслях вслух, а как о идее того, что чем меньше плохого ты генерируешь вокруг себя, тем лучше ты, в принципе, себя чувствуешь, и тем лучше твоё состояние, здоровье. Всё, всё циклично, всё очень, блядь, взаимосвязано, всё работает как ебучий механизм. И если вы будете интересоваться любой хуйня, которая побуждает вас в какой-то негатив, всё по пизде пойдёт. Просто старайтесь... Мне поебать на вашу жизнь, ну честное слово, но если будут люди, которые... Почему поебать? Потому что у меня своя, у меня своя семья, у меня всё вот это вот, да? Но если кто-то из вас подумает, и вот эта моя мысль посеет какое-то зерно, и потом станет чуточку лучше, я буду рад. Я буду рад даже со своей эгоистичной точки зрения, что я там не зря живу, да? Когда я говорю, что мне поебать на вашей жизни, мне не поебать в целом, да? Что если ко мне подойдут и респектнут за, за, там, правильную мысль, за то, что я кому-то что-то там помог, мне же приятно будет, моё чество будет греться, очень. Киня, блядь, ты где? Поэтому, будьте просто хорошими людьми. Ёбанаврот, это же так легко. Надо меньше быть вебанами, мы все вебаны очень сильно, все, каждый человек, но кто-то просто меньше, кто-то больше, и вот не надо заходить за черту больше. Хорошо? Киня! Эй! Ебать! Такое эхо под кроватью, вы бы слышали, наверное, вы слышали. Я не могу кота найти, ёпта, чё вы, чё вы докопались, он исчез. Киня, иди сюда, дам яйца полизать. Я не знаю, как его завлекать, я... ты очки для красоты носили, у меня проблемы со зрением, у меня минус 3, минус 3,5, может, даже уже больше. У меня ещё осложнения на глаза диабетические. Пойду скоро проверяться, может быть, операцию буду делать, чтобы не ослеп. Весело живётся, да, у... Блядь, у тебя хата реально большая, что ходишь 7 минут, ищешь. Ну, достаточно большая. Ну, типа, она у меня как... Примерно как 8 квартир, в которые я вырос. То есть, типа, вот зал, и вот примерно нет, нет там... Давайте, вот возьмём мою комнату, да, вот моя комната, вот, я с родителями, и с сестрой жил примерно в такой, вот как вот это. Было 23 квадратных метра где-то на всех, а это где-то 150-160. Давайте, я сделаю рум-тур, ёпта. Ну, я снимаю, у меня нет своей квартиры. Я сначала должен купить квартиру родителям, а потом уже себе, с Яной. Вот, а... вот тут мы спим, ёпта. Тут вещи Яны, ёпта. Вообще, очень здоровские квартиры, где не шкаф, а гардеробная. Это моя гардеробная. Тут вещей на миллиард. Так, это туалет кота. Мы здесь не моемся, ничего не делаем, потому что там со стояком проблема. Ну, как и в принципе, везде в этой квартире проблема со стояком. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И там воняет, поэтому там стрёт кот. Это моя комната. Здесь музыкальная шкатулка. Типа тэ-дэн-дэн, тэ-дэн-тэн. Да? Что тут можно? Сейчас будет тэх-тэх. А, нет, надо его подключить, блядь. Там доска с моим трек-листом. И я сегодня чуть не спалил его, даже спалил. Здесь моя библиотека Кека и всякое такое. Здесь у меня сувениры с разных стран. Это какой-то охуительный рисунок попивщика, это рисунок Яна, это мои головастики, это пластинки, это книжки всякие. Я большинство из них не прочитал. Тут много нон-фикшена типа, знаете, как становиться лучше с каждым днём, блядь. Здесь припиздатая литература про кино, про рекламу, то, что мне дали. Мой кореш дал мне эту книжку. Здесь немножко вот такого стафа. Вот всякое такое. Это ещё всё не прочитал, как люди думают. Думай медленно, решай быстро. Не знаю, мне просто посоветовали, я купил как TED Talks, типа публичное выступление. Как разговаривать с мудаками, по-моему, Сачев что-то советовал. Вот какой-то такой стаф, всякая, блядь, история Бензина, блядь, блядь, бабат, она здесь художественная литература. Я практически ниша, я миллион лет не считал художественную литературу. Я читаю в основном литературу такую, знаете, либо, блядь, мотивационную, либо, ну, мало очень, либо, ну, профессиональную. сейчас читаю несколько книжек, я сейчас читаю слово живое и мертвое, она про язык, про русский язык, собственно, и как им пользоваться. Если бы автор этой книги, Нона Галь, пообщалась бы со мной, она бы повесилась, потому что то, что она говорит, это вот, вот, тот язык, о котором она говорит, как неправильно люди разговаривают, это я, я абсолютно плохо разговариваю. Дальше я читаю силу привычки, у меня очень много пагубных, вредных привычек, я, блядь, всю жизнь пытаюсь с ними бороться, и я решил изучить психологию привычек, и это, в принципе, интересно, это, в принципе, интересно очень. Что я еще читаю? Ну, из такого, знаете, типа, из книжек, из разряда ты, у тебя все будет здорово, мне, есть такая хуня, которую можно там по 10 минут читать, одна привычка в неделю, но там, типа, знаете, это из разряда, блядь, ну, короче, там реально есть прикольные штуки, вот, пиздюкам советую, взрослым, вот, хуй знает, как мне, там куча, блядь, очевидных мыслей, ну, знаете, из разряда, но есть прикольные реально хуйни, там, типа, вот, всякие, пусть играет музыка, и там я подчеркнул для себя, то, что, ну, реально пиздатая штука, проверить, провести над собой тест и понять, как разные жанры музыки влияют на твое настроение, это прикольно, там, про медитацию, советую медитировать, я подзабил хуйну медитацию, прочитал главу и снова начал, и, короче, ну, такой ставчик, типа, прикольный, для тех, кто хочет разбираться в фильмах, советую, ну, вот, у меня Роберт Маки есть, я его пока не дошел до него, но вот, спасите котика, классическая хуйня, она очень легкая, каждый из вас ее поймет, типа, будет очень просто и легко, если хотите разбираться в сценариях и в такой ебистике, спасите котика, прикольная штука и легкая, потом у меня есть семь навыков высокоэффективных людей, миллиард человек ее советовали, я половину прочитал, у меня она лежит, как бы, я возвращаюсь к книгам, я их всегда досчитываю, ну, типа, прикольная хуйня, чувак раскладывает все по полочкам, мне понравилось, вот, ну, и куча разного стаффа, если хотите, я могу на второй канал, наверное, сделать, или во влог, про книжки, типа, которые я прочитал, видосик, типа, я очень полюбил чтение в начале этого года и стараюсь минут сорок в день хотя бы уделять чтению, и это охуенно получается в начале дня сделать, в начале дня прям читается здорово очень, вот, короче, ребята, у меня, по-моему, это, пора идти, сорян, что не читал ваши комментики, охуенно комменты, у тебя есть девушка или парень, бля, вот, я писал как-то твит, хочу повторить его, девчонки, если у вас нет парня, не расстраивайтесь, вот, мне 24 года, у меня еще ни разу не было парня, так что, у вас, я не расстраиваюсь, все, ребят, хорошего вам дня, начала дня, уже, кстати, середина дня, епта, 12 дня, сделайте сегодня что-нибудь пиздатое, вот, вам хотелось сделать что-то, да, наверное, сегодня тот самый день, не наверное, а точно, сегодня тот самый день, но если сегодня не получится, получится в другой день, обязательно сделайте то, что хотелось, сделать все эти дни, но вам как-то смелости не хватало, я отвечаю, сегодня тот самый день, пиздец, да, жарахов врать не будет, Вот самое время собрать Яйца, да, воображаемые яйца В кулак и сделать Давайте я, блять, верю Я верю в то, что это будет Просто маленький шажочек, самый первый Сложный шажочек надо будет